Гордон, Украина. Украинские контрразведчики при скудном финансировании и слабом материально-техническом обеспечении реализуют операции, достойные МИ-6 и МОСАДА. Дмитрий Ерош. Гордон, Украина. 14 июня 2019 года. Про украинскую контрразведку. В последнее время с удивлением наблюдаю ненормальную активность служителей пера и блокнота вокруг деятельности наиболее компетентного и закрытого подразделения СБУ – контрразведки. Простор интернета вдруг заполонила множество псевдоэкспертов и специалистов, которые глубоко и подробно разбираются в деталях работы СБУ и как по команде начали подвергать критике организацию контрразведывательной деятельности. И тот поток грязи, который на контрразведку выливают сейчас, не позволяет мне остаться в стороне и спокойно наблюдать, как пытаются опорочить самую результативную составляющую органов безопасности нашей страны. Воюющей страны. Впервые с этими ребятами я познакомился не в уютном кафе на Андреевском спуске под покровом июля за чашечкой ароматного кофе, а на передовой российско-украинской войны в 2014 году. Они были одеты не в импозантные костюмы и шелковые рубашки, а в бронежилеты, камуфляж и шлемы. С ними бойцы-добровольцы делили не только продукты и боеприпасы, но и боль потери радость побед. С тех пор контрразведчики прошли огромный путь от обломков контрразведывательных отделов, доставшихся от антиукраинского правящего режима Януковича, который сумел практически полностью уничтожить и дискредитировать основу органов безопасности страны, к одному из самых результативных подразделений мировых спецслужб. Если бы я мог здесь написать хотя бы 5% того, что они действительно сделали за это время, вы были бы не удивлены? Нет, вы были бы шокированы их результативностью. Переполняет гордость от того, как эти простые и невзрачные на первый взгляд ребята при скудном финансировании пока откровенно слабым материально-техническом обеспечении реализуют операции, достойные имен известных Ми-6 и Масада. Когда наиболее известные террористы неожиданно погибают, военная техника взлетает в воздух, участники незаконных вооруженных формирований из так называемых армейских корпусов врага переходят на нашу сторону, все это происходит не случайно, этому предшествует многомесячная кропотливая работа контрразведчиков. Много писать не могу по понятным причинам, но поверьте, уже достало, когда столько писак начинают строчить свои бессмысленные пасквили, поливая грязью благородный и крайне опасный труд моих братьев по оружию. Вопрос заключается еще и в том, что о результативности деятельности КР говорят не громкие лозунги, яркие интервью и эмоциональные выступления с трибун, а тихая, спокойная и размеренная жизнь нашей многострадальной страны. Если не звучат взрывы в наших городах и не гибнут люди, это заслуга и ребят из контрразведки. Но мы редко вспоминаем об этом. Без преувеличения могу сказать, что ребята из контрразведки, это гордость современной службы. Они делают то, чем действительно должна заниматься спецслужба, обеспечением нашей безопасности. Можно сколько угодно и обоснованно критиковать борьбу с контрабандой, взятками и экономическими преступлениями, но не трогайте тех, кто обеспечивает покой нашей страны. И поверьте, пока вы читаете эти строки, ребята из КР выслеживают шпионов, охотятся на главарей террористов, снимают закладки и взрывные устройства, обнаруживают предателей и пособников врага. Поэтому призываю, просто оставьте их в покое. Пусть они спокойно делают свое дело. Слава украинским контрразведчикам! Слава Украине! Дмитрий Ерош, народный депутат Украины, внефракционный. Руководитель правого сектора, запрещенная в России организация, примечание редакторов, в 2013-2015 годах. С 2016 года, лидер движения Державницкая инициатива Ероша. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.